В Карабулаке завершили реконструкцию христианского кладбища в рамках масштабной программы, которую реализует благотворительный фонд Сафмар Микола Гуцериева. В Ингушетии благоустроит 40 кладбищ, 33 мусульманских и 7 христианских. Репортаж Мадина Цора. Христианское кладбище в Карабулаке общей площадью в 4,6 гектара давно нуждалось в ремонте. И благодаря договоренности главы региона Махмуд Али Калиматова с меценатом Микаилом Гуцериевым его наконец-то провели. Подрядная организация работы по обновлению захоронений начала весной этого года, а завершила в декабре. За это время был проведен большой фронт работ. Благодарительный фонд Сафмар, как вы знаете, проводит масштабную акцию – это восстановление, ремонт кладбищ по всей республике. В этом году было запланировано сделать 40 кладбищ. 33 мусульманских и 7 православных. Но сделали мы 42. Оставшиеся будем делать в последующие годы. Мы сейчас находимся на Карабулакском православном кладбище. Посмотрите, как было здесь. У людей нет проблем сегодня прийти и ухаживать за могилами своих близких и родных. Раньше здесь были заросшие травой могилы и дорожки, разбитая грейдерная дорога. А ограды и вовсе не было. Сейчас ее обновили. Протяженность составляет 900 метров. Возвели помещение для проведения обрядов и хозяйственных нужд. Рядом установили новые беседки. Заасфальтировали 460 метров автомобильной дороги, прилегающей к территории кладбища. Здесь же появился тротуар в 460 погонных метров и столбы с фонарями уличного освещения по всей длине асфальта. Огромная благодарность всем тем, кто потрудился, кто включил свое сердце, душу, физический труд. Я думаю, что не только эти люди не ищут людской какой-то славы и похвалы, делают это во имя своей Родины, Отечества и во славу Всевышнего. Я думаю, что и всемилостиво Господь воздаст, благословит их. За счет средств благотворительного фонда Сафмар здесь облагородили аллею, высадив в форме живой изгороди 80 саженцев туй, а всего по всему периметру кладбища – 442. Здесь же установили стеллу как дань памяти воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Хочу поблагодарить главу республики Махмуд Алим Макшариповича, Микаила Саварбековича, группу Сафмар за проделанную такую масштабную работу на территории республики Ингушетии по кладбищам. От нашего православного народа, от республики Ингушетии низкий поклон этим людям. Тех, кто занимались этой работой от руководителя до самого простого рабочего, всем за это благое дело. На территории, прилегающей к кладбищу, предусмотрели большую парковку, а внутри него заасфальтировали тротуар. Еще четыре дорожки выложили брусчаткой, а также восстановили надгробные плиты. Нам такую возможность дал Микаил Саварбекович, чтобы мы проживали здесь постоянно, никуда не уезжали. И те, которые уехали, чтобы вернулись назад. Посмотрите, какую красоту нам сделали. Разве можно отсюда уехать? Нет, никогда. Спасибо большое и низкий поклон всем, кто здесь работал. Благоустройство кладбища – это в первую очередь богоугодное дело, говорят местные жители. Они не скрывают своих улыбок и не жалеют слов благодарности главе республики и основателю фонда Савмар за внимание и такие необходимые перемены. Я хотела бы выразить огромную благодарность. Честно сказать, у меня даже, как вам сказать, слов нет. Это такую масштабную работу здесь проделали. Даже вот мы жители, так из последних, которые остались, я вам скажу, 90-е годы, такой красоты здесь не было, как сейчас сделали. Выражаю искреннюю благодарность главе республики Гуцерееву Михаилу Саварбековичу за такой вообще вклад в ремонт наших кладбищ. Это просто вообще. Мы никогда даже не думали, что такое может быть. Все, кто выехал, все благодарны. Кто проживает, все очень благодарны. Спасибо. Всего до конца этого года будут благоустроены 33 мусульманских и 7 христианских кладбищ. Все остальные захоронения республики приведут в соответствующий вид уже в следующем году. Мадина Цоро, Новости, 24.